Всем привет и добро пожаловать обратно в криптовселенную. Сегодня мы поговорим о биткоине и будем обсуждать метрику риска. Метрика риска это то, о чем я говорю на канале каждый месяц или два, это то, как я ориентируюсь по биткоину. И я знаю, что я говорю о многих вещах на канале. Мы говорим о биткоине по отношению к ленте поддержки бычьего рынка, говорим о красоте математики, говорим о макро вещах. Мы говорим о разном. Но очень легко можно потеряться и потерять стратегию из-за того, что ты фокусируешься на многих вещах, даже доминация биткоина. Что я делаю? Это я покупаю биткоин, отдаю его, когда он над определенным уровнем риска. И я это больше никак не усложняю. Итак, как это работает? 0 – это низкий риск, 1 – это высокий риск. 0 соответствует темно-синему, 1 – темно-красному. Если вы изолируете, скажем, от 0 до 0.2 и от 0.8 до 1. И в таком случае, если бы все, что вы делали, это покупали биткоин, когда он был под 0.2 риска и продавали бы его каждый раз, когда он был над 0.8 риска, у вас было бы все отлично. Эта метрика риска – это кое-что, что я разработал в 2019. И пока что она выдерживала тест времени. Сейчас уровень риска 0.484. Так что он в нижней половине уровней риска. Под уровнем 0.5. Помните, в начале 2021, когда большинство людей кричало о 300 тысячах? Я тогда показал метрику риска. Я ее уже разработал до этого, но я запостил очень много видео об этом в начале 2021-го и сказал, ребята, как бы люди не хотели 300 тысяч, мы, к сожалению, уже на уровне риска 0.9. И это не о том, чего я хочу, потому что, конечно же, кто не хочет, чтобы биткоин рос? Это не о том, чего я хочу. Это о том, что я думаю, произойдет. И тогда я сказал, ребята, мы, скорее всего, получим летний спад. И он был. И продавая биткоин в эти уровни риска, я смог саккумулировать обратно, когда он ушел на уровень риска 0.3.0.4 и 0.4.0.5. Вы можете видеть, что это позволило мне войти заново на часть этой позиции. Я не собрал все обратно, потому что, когда вы уходите на 0.9 риска, нужно быть аккуратным. Но это, в прошлом цикле, это то, где я слил большую часть позиции, которую я накопил вот здесь, в конце 2018-го и в 2019-м. Вот там. И потом у нас была вторая вершина. И, к сожалению, эта метрика риска не так хорошо отработала в плане улавливания второй вершины. И мне из-за этого сложно, потому что все, чего я хотел, это придерживаться метрики риска. И я продал очень много в первую вершину. И здесь мне потребовалось пару месяцев. Только в начале 2022-го я понял, что мы на самом деле входим в медвежий рынок. И тогда я выложил видео в январе или феврале 2022-го. И в рекомендациях к медвежьему рынку я сказал, что альткоины слишком рискованы, доминация биткоина будет расти несколько лет и так далее. Но была одна позитивная вещь, которая из этого вылилась. И это добавление социального риска. Потому что социальный риск – это что-то, за чем я не следил тогда. Но вы можете видеть, что социальный риск вырос обратно на 0.9.1 в 2021-м. Розничный интерес вернулся на высокие риски, но цена не прорывалась устойчиво. Итак, возвращаясь к метрике риска, я думаю, что она хороша для распознания первого параболического ралли, которая поднимает вас на этот уровень риска от 0.8 до 1. В 2013-м было два таких движения. В 2017-м и 2011-м только одно. Что интересно, это то, что… И я говорил это много раз. И 2021-го – это хороший пример. Потому что в конце 2021-го риск биткоина не поднялся на самые высокие уровни риска. И есть очень важный урок, и он исходит из того, что произошло в 2019-м. Идея в целом в том, чтобы покупать до определенного уровня риска. И потом, когда он поднимается выше, просто не делать ничего. Я игрался с этой идеей ранее, где вы, скажем, покупаете до 0.5 или 0.4 или 0.6 в зависимости от вашей терпимости. И потом продаете выше. И в итоге получается, что вы продаете и покупаете каждый день, если он начинает скакать между уровнями. Так что, что я думаю, более хорошая стратегия – не финансовый совет, но, что я думаю, более хорошая стратегия – это покупать до определенного уровня. А потом вычислить несколько уровней. Может один или два, где вы ничего не делаете. Например, может быть, вы покупаете биткоин до 0.4. Ничего не делаете между 0.4 и 0.6. И потом над 0.6 вы забираете прибыль. В 2019-м риск биткоина ушел на 0.6-0.7. И я помню, что я разгружался вот там, немножко. Не все, но немножко я там выгрузил. И думал, по крайней мере, разгружаюсь немного, если цена упадет. Потому что у нас была не развернутая кривая доходности тогда. Если цена упадет после разворота кривой, то, по крайней мере, я забрал что-то со стола. Но я не хотел продавать все, потому что похоже было, что биткоин может в итоге пойти гораздо выше. Особенно в год после года Хэллоуинга. И что я сделал? Это я разработал эту стратегию динамического усреднения, где, по сути, что вы делаете? Это вместо того, чтобы разгружаться полностью, вы делаете это динамически. И что это означает? Это та же самая модель, но разложенная по оси Y. Что это означает? Это когда вы уходите над 0.5, вы продаете одну пятнадцатую своих биткоинов. И когда вы уходите выше 0.6, вы продаете две пятнадцатые. Итак, к тому моменту, как он прошел через эти две области, я продал уже три пятнадцатых своих биткоинов или одну пятую своей позиции. Это было немного, но этого было достаточно, чтобы я почувствовал себя получше, когда мы опять торговались на 38 сотнях долларов через 9 месяцев. Я смог забрать это со стола и вложить обратно в биткоин. Вложить заново на этой рецессии. И ранее в этом году я сказал, послушайте, это как бы то же самое, где если это похоже на 2019, что произойдет, если у нас будет одно из этих ранних ралли, которое поднимает на уровни риска, но не на самые высокие. Потому что тогда, когда риск биткоина был 0.73, в районе 73 тысяч, и многие говорили о 100 тысячах до халвинга или 100 тысячах летом, они, конечно же, все еще пинают банку. И суть в том, что я не знал, где это остановится точно. Мы посмотрели на графики и сказали, что 73 может быть некоторым сопротивлением, потому что доминация тезера была на своей линии тренда, золото пробивалось. Мы доходили до логарифмической линии тренда, так что было похоже, что может быть сопротивление. Но я не знал. Но это не важно, я просто посмотрел на это и сказал, окей, если это похоже на 2019, и я заберу какую-то прибыль, и мы уйдем с этой перевернутой кривой куда-то вниз, то по крайней мере я забрал что-то со стола, если это следует 19. Но причина, по которой я не забираю все со стола, в том, что никто не знает, какое будущее. Что будет, если произойдет что-то такое в следующем году, где мы идем на более высокие уровни? Что всегда возможно, никто не знает. Это возможно, что у нас будет рецессия, этого не будет, но также возможно, что мы увидим что-то, что было как в прошлый раз, где будет большое падение, и потом восстановление сразу же оттуда. Это всегда возможно. Итак, когда я смотрю на это, я думаю, окей, я тогда посмотрел и подумал, что динамическое усреднение — это путь, по моему мнению. Потому что никто не знает, как высоко пойдет ралли. Никто не знает, какие уровни риска биткоин затронет перед более крупной коррекцией. Как в 19. Можно было подумать, что он пойдет на 0.9, но он не пошел. Но если бы вы забрали что-то со стола, это было бы очень хорошо для вас через год. Если в 2021 вы начали продавать здесь, в ноябре-декабре, когда биткоин был в этой параболической фазе, если бы вы продали все, думая, что вершина будет там же, где в 19-м, это было бы ужасной ошибкой. Потому что биткоин вырос в три раза больше. Больше, чем в три раза. И вот почему я думаю, что динамическое усреднение — это тот самый путь. И так что, когда он уходит в эти поднятые уровни риска 0.6, 0.7, стоит забрать что-то со стола. Но имеет ли смысл продавать все, когда история показывает, что в итоге он может уйти на 0.9-1? Вероятно, нет. Таким образом, я готов, вне зависимости от ралли. Если это движение как в 19-м, как я думал, будет, и похоже это корректно, то вы забираете что-то со стола. Если с другой стороны, это ралли как в 2021-м, или 17-м, или 13-м, и вы забираете прибыль здесь, то, по крайней мере, вы не продали все. На тот случай, если вы пойдете выше, и тогда вы сможете продать больше. И вот почему для меня над уровнем риска 0.6, вот где я начинаю разгружать сумки понемногу над 0.6. В прошлом цикле я делал это над 0.5. Я поменял область в прошлом цикле. Я покупал под 0.5 и потом продавал над 0.5. И у меня был серый регион где-то от 0.5 до 0.55. Но в этом цикле я продавал только над 0.6, но покупал только под 0.4. Так что, по сути, когда он между 0.4 и 0.6, я ничего не делаю. Но под 0.4 я усредняюсь, над 0.6 я потихоньку разгружаюсь. Сначала потихоньку, то есть если он опускается под 0.4, я по чуть-чуть покупаю, выше 0.6, по чуть-чуть выхожу. Но чем выше он поднимается, тем больше я продаю, чем ниже опускается, тем больше покупаю. И мне кажется, вот так мне нужно ориентироваться по крипто. Мне кажется, я сводил себя с ума, пытаясь понять, что сделает цена. Отвергнется ли она от ленты поддержки или удержится? Последует ли она тому, что было в прошлом цикле или сделает то, что было в позапрошлом цикле? Я сходил с ума, думая о всех возможностях. Так что я просто придерживаюсь этого одного числа. Под определенным уровнем я вхожу в рынок. Над я выхожу. И на IntoTheCryptoVirus Premium я публикую свои покупки. Я публиковал их в конце 22-го. И я не знал, где будет дно. Так же, как я не знаю, где вершина. Но у меня есть план, вне зависимости от этого. Я публиковал свои покупки от 15 до 21 тысячи. Все чеки там. На ITC Premium, если интересно. И над более высокими уровнями риска я выхожу потихоньку на случай, если будет движение, как в 19-м. Что и было. Что интересно, это то, что каждый раз, когда биткоин поднимался до уровня 0,7-0,8. Он обычно откатывался на 0,4-0,5. И мы здесь сейчас. И я говорил это в марте, в апреле. Я сказал, ребята, через полгода, через пару месяцев мы, скорее всего, будем опять на более низких уровнях. И на самом деле, часто после такого подъема биткоин уходит на 0,3-0,4. Даже в 2013-м мы были на уровне 0,3-0,4. Эти паттерны, которые выглядят как невозможные. Если вы отмотаете часы к марту и апрелю, было почти никакого убеждения в людях, что это может произойти. Что биткоин может упасть опять под 60 тысяч. И сейчас вы перематываете часы и такие, оу, а может быть есть что-то в идее о доминации USDT и доминации биткоина и прорыве золота. И даже в метрике риска, которая сказала, ребята, рынок как бы перегрет. Так что, это то, что я использую, чтобы ориентироваться. И я встречал людей, которые делают совершенно различные вещи. Я встречал людей, которые буквально покупают до 0,9 риска и потом пытаются продать все каждый раз, когда он поднимается выше 0,9. Что, если честно, если у вас сильное убеждение в этом, это отработало хорошо. И вы можете сказать, что это все подстроено постфактум. Нет, на самом деле. Это было создано в 2019 и вершина 2021 была поймана довольно хорошо в районе 58 тысяч. Конечно же, цена пошла выше, но если вы аккумулировали биткоин на 3-4 тысячах, а потом продали все на 58 тысячах, я не думаю, что вам важно, что он упал на 15 тысяч через пару лет. Это важный момент. Но история говорит, что он не всегда уходит на эти уровни. В 11, в 11 он туда не ходил. И я бы сказал, что если у вас такая стратегия, может рассмотрите 0,8-1, тогда у вас больше шансов попасть. Можете заметить, что в этом цикле мы туда еще не ходили. И вот почему я возвращаюсь к тому, что я думаю, что ралли, которое у нас было, больше похоже на движение в стиле 2019 с количественным ужесточением и высокими ставками, где вы не видите альтсезона. Где это просто ралли биткоина и те, кто переводит биткоин в альткоины до разворота Федрезерва, обычно расстраиваются, потому что альткоины стекают обратно в биткоин. Это именно то, что произошло в 2019, даже через пару месяцев после среза ставок, через полтора месяца после первого среза, доминация биткоина все еще росла. Так что я думаю, что это то, что происходило. И причина, по которой рынок имеет сложности устойчиво подняться в неопределенности. Неопределенность в том, куда зашел Федрезерв и так далее, как в 2019. Но примерно через полгода после этого рынок начал подниматься и потом была рецессия. Так что увидим, что произойдет здесь с биткоином. Но я просто хочу, чтобы люди помнили, что я говорю о различных вещах на канале. Но что касается биткоина, я просто придерживаюсь метрики риска. Под определенным уровнем я покупаю. В прошлом цикле это было 0.5 риска. Над определенным уровнем я продаю. В этом цикле это 0.6. Это зависит от вашей терпимости к риску. Я знаю людей, которые покупают только под 0.2 риска и потом продают выше 0.8. Если честно, если у вас многое происходит в жизни, это может быть ваша стратегия. Просто игнорируйте все остальное. Представьте, как вы покупаете в декабре 2018 и потом смотрите, как цена растет на 350 процентов. И это было сейчас только что. И потом вы видите, как она падает на 72 процента, а потом смотрите, как она опять растет. Это не худшая стратегия, верно? С практической точки зрения я не думаю, что многие будут следовать этому, потому что если вы следуете этому и подключаетесь к криптовселенной каждый день, то вы ничего не делаете 95 процентов времени. И самое смешное, что лучший способ быть успешным, это не делать ничего большую часть времени. Продавать изредка, покупать изредка. И все остальное просто смотреть, как оно двигается. Большая часть людей будут усредняться, по крайней мере, до 0.3-0.4. Потому что это дает вам много времени для входа в рынок. 0.3-0.4 риска. 0.3-0.4 риска.